В Беларуси обширная социальная программа. Экономика дает возможность направлять деньги на эту сферу, что социально ориентированное государство и делает. Однако адресность поддержки нужно усилить, поручил президент. Потому как решаются социальные вопросы, люди судят о власти, подчеркнул глава государства. У президента обсуждали совершенствование мер поддержки пенсионеров, многодетных, инвалидов, детей, о которых в силу обстоятельств не могут заботиться родители. Эти категории населения рассчитывают на помощь и, естественно, получают ее. Государство и дальше будет поддерживать пенсионеров. Они должны жить нормально. В этом году уже дважды поднимали пенсии. Те, кто ушел на пенсию, отдельные. Люди хотят работать. Так? Так. Это и профсоюзы заявляют об этом и так далее. Естественно, для того, чтобы люди работали, должны быть созданы нормальные условия. Те, кто может работать, они сами предлагают свои услуги на рынке труда. И надо, если человек желает, надо дать ему такую возможность работать. Есть обращение некоторых пенсионеров по поводу порядка обращения за пенсией или что там? Да, да, назначение. Назначение пенсии. Но надо добюрократизировать полностью этот процесс. Что мы тут обсуждаем? Друг друга. По максимуму надо добюрократизировать. Процедура должна быть конкретная. И пару дней человек пошел на пенсию, оформил себе пенсию. На плечо государства опираются и многодетные семьи. Но подход должен быть дифференцированным. Деньги предназначаются детям, а значит, должны тратиться именно на их нужды. Вот чохом тут работать нам нельзя. Да, мы будем поддерживать тех, кто рожает детей, особенно у которых пятеро детишек и больше есть и такие. Я уже говорил о том, что по жилью мы 100% решим вопрос, а это наиважнейший вопрос. Мы также решаем вопрос по семейному капиталу. Приняли очень серьезное решение. Поэтому тут нам надо очень аккуратно действовать и смотреть, что нам надо, что не надо. А главное, мы можем или не можем. Вертолетных денег быть не должно. Но в этой проблеме, я уже обращал ваше внимание не один раз, чтобы не чохом принимать решение, мы должны, мы же помогаем детям. Поэтому деньги должны дойти до детей. Ну что тут темнить друг перед другом? Много еще семей, которым вообще в руки нельзя давать деньги. Потому что через двое суток этих денег не становится, они исчезают, пропиваются, откровенно говоря. Поэтому нам и здесь надо установить определенный контроль за определенными семьями. Средства, которые государство направляет на социальную сферу, не берутся из ниоткуда. Их зарабатывает страна, белорусы. Важно помогать людям, которые действительно нуждаются в этом. В противном случае это иждивенчество. Поэтому Александр Лукашенко обозначил принципы, из которых следует исходить при оптимизации мер соцподдержки. Более 22,5 миллиардов идет на выплату пенсии нашим гражданам. Более 5,5 миллиардов идет на выплату пособий. Нужно очень взвешенно относиться к дополнительным социальным льготам и преференциям, которые мы вырабатываем. Двигаться очень поступательно по этим направлениям. Предлагается снять ограничения по размеру пенсии у работающих пенсионеров. Более 100 тысяч белорусов волнует этот вопрос. Планирует также изменить подход к расчету периода заработка, который нужен для начисления пенсии. Инновации и по выплатам родителям детей-инвалидов. Президент одобрил проект указа по соцподдержке, но отдельное положение нужно доработать. Ведущие отечественные и мировые производители оборудования, технологий и материалов в Минске – Белорусский энергетический и экологический форум. Собрал более 200 компаний. Из Белоруссии не только они представляют инновации. Наша страна – один из лидеров в СНГ по уровню развития цифровых технологий в энергетике. Да и в целом энергоемкость белорусского ВВП снижается, что говорит об эффективном использовании топливно-энергетических ресурсов. Этому способствует и постоянное внедрение передовых решений. Мы, по сути, уже создали цифровой двойник газовой отрасли Республики Беларусь. Сейчас, соответственно, работаем в электроэнергетике, в теплоэнергетике для того, чтобы полностью отцифровать как технологические, так и бизнес-процессы, которые происходят в энергосистеме Республики Беларусь. Берем самые передовые технологии, внедряем их, трансформируем собственные отраслевые программы, которые нацелены на качество предоставляемых нами услуг. Конечно, мы очень рады приехать в Беларусь на такой масштабный форум. Хотим познакомиться с вашими компаниями, вашими разработками. Мы тоже попробуем удивить. Готовы делиться своим опытом и перенимать ваш. На форуме пройдут и деловые переговоры. Ожидается подписание соглашений о сотрудничестве. Стальной стержень страны. 40 лет белорусскому металлургическому заводу. Дата на первой странице истории нашей металлургии. Все начиналось с производства 700 тысяч тонн стали в год. Сегодня эти показатели выросли в 4 раза. Продукция флагмана отрасли востребованная на внешних рынках. Труд наших сталеваров оценили во время возведения Национальной библиотеки, БелАЭС, Храма Христа Спасителя в Москве, а также на Олимпийских стройках в Сочи и Лондоне. Не обошлось без горячего подарка к юбилею. 67 миллионов тонн стали выплавили заводчане. Коллектив и ветеранов БМЗ поздравил президент. Глава государства уверен, что благодаря мастерству и дальше все задачи будут успешно выполняться для развития отраслей и экономического роста нашей страны. Прошлое, обращенное в будущее. От соблюдения законодательства в области исторической памяти до патриотического воспитания. В Минске заседание Республиканского совета по исторической политике. Он приступил к работе в новом составе. Перед заседанием в Академии наук участникам показали результаты раскопок на реке Менка. Десятки артефактов, новые страницы истории страны. Работа продолжается. Ранее неизвестны факты летописи Белоруссии и в трудах ученых. От Первой мировой и Рижского мира до Великой Отечественной. Более сотни изданий. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа и фиксация новых фактов в сотрудничестве с зарубежными специалистами. Международное сотрудничество, которое активнее всего, конечно, развивается с Российской Федерацией. Подключаем коллег из Казахстана, из Кыргызстана, из Узбекистана. Попытки переписать историю стали еще более яростными со стороны и нашей беглой оппозиции, и западных политиков. Но вот борьба за сохранение нашего исторического прошлого является не менее важной, не менее острой, чем экономическое противостояние, информационная какая-то борьба или даже где-то военная. Эти факты, они их выявляют и они фиксируются, и они уже вводятся фактически в научный оборот. Значит, доносятся до нашей общественности, в нашем государстве. Мы должны добиваться того, чтобы данный факт был признан и мировым сообществом. Но прежде всего, мы сами должны эти факты зафиксировать. И есть у нас закон о геноциде белорусского народа. Этот закон должен неукоснительно соблюдаться. Один из актуальных вопросов на Совете – это мониторинг информпространства. Это касается не только интернет-ресурсов, также фактов искажения истории в книгоизданиях, библиотечных фондах и не только. Мониторинг того, что происходит на нашем информационном пространстве – это вещь постоянная, и она актуальна как никогда. Особенно в преддверии выборов. И понятно, что нас будут закидывать максимальным количеством и экстремистской литературы. Будут использовать интернет-ресурсы для того, чтобы экстремистскую информацию выбрасывать в информационное поле страны. И вот в отношении таких ресурсов и такой литературы мы будем работать очень жестко и очень быстро. Историческую память и политику обсуждают и на Конгрессе историков. Форум объединил в Минске более 200 ученых из разных стран. Большой диалог к 95-летию Института Истории Академии Наук. Трагедия под Минском. В Синице на пожаре погибли двое детей. Накануне их родители употребляли алкоголь. По претворительной информации, старшая девочка случайно подожгла занавеску и сразу сообщила об этом родителям. Услышав о пожаре, мать выбежала на улицу, оставив детей в горящем доме. Ее супруг в это время пытался потушить пламя самостоятельно. Сейчас он с ожогами в больнице. Погибшим девочкам было 3,6 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Выпускают востребованные качественные препараты. Президент поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником. Жизнь и здоровье белорусов – наивысшая ценность и цель, которая во главе нацбезопасности. Значительный вклад в ее обеспечение вносят трудовые коллективы фармацевтической и микробиологической промышленности, говорится в поздравлении. Благодаря их труду наша фармпродукция хорошо известна во многих странах, а перечень лекарств постоянно пополняется новинками мирового уровня. Глава государства уверен, что преданность профессии и ответственное отношение к делу позволят специалистам достойно отвечать на вызовы времени.